Всем привет, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы все еще находимся в городе Спаттенбург и хотим вам показать этот потрясающий дом, построенный на заказ в стиле крафтман. С вами я, Вера, и наш риэлтор Оля. Привет, Оль! Всем привет! Сегодня смотрим этот интересный дом. Цена его 785 тысяч. Размер он огромный, 4000 квадратных футов. В нем 4 комнаты и 3,5 ванная. Здесь есть H.O.A.? H.O.A. здесь есть. Давай посмотрим, сколько не буду обманывать. Еще не выучила. 350 долларов в год. Неплохо. Вот, небольшое H.O.A. Вот, ну, соответственно, в H.O.A. оно небольшое, поэтому в H.O.A. ничего не входит, кроме света в комьюнити. Но свет лучше, чем ничего. Так, а территория здесь большая? Территория здесь 0,58 акр. Угу, неплохо. То есть немаленькие участки, да? Да, соседи далеко. Дорога есть, но она не очень оживленная. И здесь немножко такой есть спуск. Но не страшно. Красивый дом. Очень снаружи такой уже интересный вариант, да? Таких мы не часто видели. Оформлены очень интересные двери. Интересно. А у него тот же застройщик, который строит вот в этом стиле, не знаешь? Не знаю. Мне кажется, похож. Мы снимали один дом уже? Нет, это разные застройщики. А, окей. Да. Здесь у нас камень. Облицовка камнем. Интересно оформлен вход. Да, ну сразу видно, дорого-богато. Но здесь... Волосов нет. Вспомни, мы с тобой снимали дома в Спартанбурге почти за 700 тысяч. Здесь на 85 тысяч больше, но и дом во много раз больше. Здесь сразу вот как-то чувствуется цена. Такое могущественное. Тут и дерево, и камень, и такие красивые ворота в гараже. И очень массивные вот эти балки, да? Окна большие. Чувствуется тут такой вкус. Что-то сделало со вкусом. И с большими деньгами. И с большими деньгами, это точно. Да. Дома у нас 20 лет. Проходил. Здесь. Ну тут со входа, конечно. Такой бам! Величественный, да? Бам! И все, и все понятно. И вопросов нет. Красота. Такое у нас разнообразие на канале. По каким-то музеям старым ползаем. А, тут. И ты так еще, соответственно, оделась. Я старалась. Готовлю. Ну, наслаждайтесь. Берите кофе, чай, наслаждайтесь. Рассказывай. Что, здесь комната для обеденного стола. Здесь он небольшой. Наверное, нет необходимости ставить больше. Здесь мебель такая, наверное, в два раза больше по возрасту, чем сам дом. Ее даже не хочется назвать старой. Она вот антикварная. Да. Красивая. Дорогая. Дом ухоженный. В домах постарше, в домах за 500, наверное, плюс наблюдается то, что хозяева очень часто и ухаживают, да, смотрят за своими домами. Они не то, что ухаживают, они его любят чувствоваться, да. Любят. Все, так каждый уголочек, все, вот там, вазочка, цветочки, так все аккуратнее. У нас здесь эти колонны, да, и открывается сразу зона обеденного стола, открывается в зал. Вот здесь такой необычный потолок, такого мы точно еще ни разу не видели. Ого. Да. Вот встроенные шкафчики. Да, вот этот дом, мне кажется, стоит миллионов. Камин. Хотя бы из-за его дизайна. Все чистенько, краска, посмотри, на стенах нет абсолютно никаких следов того, что в нем кто-то живет, да. Ну, снимать мы тут будем долго. Телевизор туда убрали в уголок правильно. Ничего, тут телевизоры смотреть. Красно. Ну что, ты ее-то под впечатлением. Под впечатлением, да. На полу у нас паркет, и мы, наверное, отсюда сразу выйдем. Есть выход у нас на задний дворик, посмотрим, как там все выглядит. Ну, хочется снимать с каждого угла. Кухню покажем позже. Так. Здесь у нас нагорожена москитная сетка. Да, такой старай. Очень высокий поднимается потолок. Здесь место для гриля, диванчиков, да, твои качели. Такой дом, знаешь, куда ты уже, я не знаю, дети выросли, уже бизнес там построен. По фотографиям, скорее всего, люди уже живут в таком возрасте. Тут уже можно встречать старость спокойно просто. Вот уже, тебя не должно уже заботить ничего. Просто нужно смотреть вот на эту красоту и наслаждаться. Соседей нет, да, по крайней мере, сзади. Вот сбоку соседей видно. Но, опять же, участок немаленький, поэтому комфортно, на комфортном расстоянии находятся соседи. Так, может быть, он должен, у вас претендует на мой самый любимый дом. Вот так. Если только мы снимали, да. А что я сильно про впечатление. Что, пойдем сюда, пойдем? Коль мы уже на улице все равно. Тут, наверное, для гриля зона. И такая ровная территория. Я думаю, мы еще с бейсмент выйдем сюда, на задний дворик. Как думаешь, у нас здесь есть бейсмент, поэтому мы еще покажем помещение внизу. Ну, идеально. Здесь необходимости нет ставить забор, видишь, там деревья и все, соседей дальше нет. Поэтому все очень смотрится неплохо даже без забора. Как выглядит идеальный дом? Вот так. Как выглядит идеальная территория? Вот так. При желании можно еще и бассейн здесь сделать. Потрясающе. Потрясающе, согласна. Снизу посмотрим позже. Тут такой столик какой-то поставить и все. Сидеть, смотреть на этот кусок. Да. Отлично. Идем дальше. Даже окно, смотри, вверху и сделали. Да. Все продумано. И сеточка. Да. А какой здесь приятный запах. Ну что, пойдем на кухню. У нас здесь кухня открывается сразу в зал. Да, можно, если убрать эту тумбочку, так, наверное, и подавать что-нибудь. Смотри, это же милота. Холодильник, как оформлено. Спрятали? Да. Необычно. Необычно. Техника старая. Да, это минус, но, я думаю, не самая хорошая. Антикварная. Необычно. Антикварная. Какая же она старая, посмотри, какая красота. А может, нет, это знаешь, они так сделали под старину. Нет, они, да, сделали однозначно, но техника. Я бы говорила о том, что техника, она... Техника в смысле вот эта техника? Хотя она, да, эта техника, да. Хотя очень все солидное такое. Китчен эйд. Ой, притугу я не замечу, наверное. Спряталась. Интересно. Шкафчиков, как тебе? Ну, наверное, достаточно места, да? Мне тут всего достаточно. Всего достаточно. Айленда нету, но и не надо. Да. На месте свободного. Так, ну, доводчики мне тут... Ну, нет, тут уже ничего не надо. Там такой вид. Ничего страшного. Красота. Ну, посмотрите, какие вот эти вот окошки милые. Выездные. Очень красиво. Ой. Так, это, наверное, за машинка у нас. Тоже лед, наверное. Мы уже в одном... А, может, мусорка? Скорее всего. Китчен эйд. Так, не хочется. Доламывать, не знаю, что там. Это посуда. Мойка. Мне тут так страшно все трогать. Может, и не надо. Такая интересная столешница. Квадратиками. Молоденький. Да, зона для практиков. Ой, какая красота. Офи сделала и наслаждаться. Вот это. Я так люблю, когда возле окна. А это, кстати, эркер. Вот эта вот часть. Такие вот мягкие сиденья. Обожаю. Книгу и читать с кофе. Кофе. Все. Все. Жизнь удалась. Жизнь удалась. Все. Купить такой дом, уже можно помирать. Ну, в смысле, все уже. Ну, куда больше. Куда больше. Живи и наслаждайся. Достиг всего. Живи и наслаждайся. Не знаю. Мне кажется, когда люди чего-то достигают, добиваются, они потом не ценят. Можешь пойдем дальше рассматривать? У нас 4000 квадратных футов, поэтому давай смотреть дальше. У нас осталась часть дома. Где у нас справа от входа? Давай покажем, здесь что имеется. Здесь такая длинная ландри. Подожди. Ну что, давай покажем. Это у нас здесь небольшой коридорчик, да, где место по стиралку-сушилку. Здесь шкафчики есть. Очень так все компактно и удобно оборудовано. На полу у нас плитка. Здесь у нас вход в бейсмент. Мы пойдем туда, наверное, уже после того, как... Идем уже сейчас покажем. Давай гараж покажем, наверное, у нас здесь. Гараж. Проходи. Любовь моя, ну что ж ты тут стоишь, меня ждешь. Я тебя искала, а ты здесь. Ну... Ай, я обожаю я эту машину. Все, простите. А, это их четвертая. Фигня. Я люблю их шестую. Не, шучу. Это тоже классно. Моя машина ночная. Извиняюсь. Окна. Место. Какие окна? Посмотрите, какая красота. Два есть, как мы видели с улицы. Двое ворот. Двое дверей. Хороший гараж. Тоже внутри, смотрите, все покрашено. Сделано. Нареканий нет. Пол. Тоже без трещин. Есть место, видишь, под полочкой, очень удачно сделано. То есть поставить машину можно и сбоку, с одной, и с другой стороны. Хороший гараж, там мой дом. Моя машина тоже стоит. Пойдем подавать документы на оформление кредита. Разве что тебе наследство за праздники осталось какое-то, есть наличие. Даже берем. Так. Так. Пройдешь? Я прохожу. Проходи. Ой, а здесь пахнет еще приятнее. А здесь полноценное жилое помещение. За спальню. Ух ты, как красиво. Угу. Даже не хочется тут в обуви как-то лишний раз. Вот тут указано. Я тебе говорю, это мой дом. Это для бильярда у меня тут комната. Скорее всего, там, кстати, и стоял. Видишь, ножки доставились отпечатки от ножек. Точно. Вот тут у меня бильярд стоял. Стоял. Будет стоять? Будет стоять. Тут закрыто, значит, не надо туда уходить. Там что-то дверь. Ну все. Дом для Веры найден идеально. О, еще помещение. Газом пахнет. Да? Есть. Угу. Угу. У помещения. А там еще помещение. Так. Это еще один гараж. Да, в описании писали, что видит еще один гараж. Но даже обратите внимание, здесь тоже не холодно. Здесь утеплитель настолько качественный. Утеплитель, что ли? Да. Даже здесь не холодно. Только машинок поместят. Смотрите. У кого-то всего всяких. Да. Это, наверное, для гольфа. Это какие-то газонокосивки. Это, наверное, выход на улицу. Нет. Это выход разовут туда. Чем еще удивить нас этот дом? А, мы там не показали, куда двое побежало. Мы не туда. Сюда. Так. Здесь у нас неожиданно. Вандри? Нет. Это раковина приедет. Наверное, сюда выход на улицу, как думаешь? Мы снаряд в комнату еще один. Ой. Я что, не завалилась тут? Ой. Ага. Вот так вот. А здесь уже спрятались рождественские. Как все удобно. Все лишние вещи какие-то, коробочки, вот новогодние эти вещи. Можно здесь хранить. Удобно. Велосипеды. Не в гараже можно, а вот здесь. Ну. Отличный. Учитель, что это пространство точно не входит. Площадь. Четыре тысячи, это еще добавочно. Смотри, как дома креплен блеск. Не так, как мы обычно видим. Балочками. Я нашла свой дом. Так, я запомню его. Начнешь зарабатывать? Я и так зарабатываю. Начнешь работать, да? Зарабатывать миллионы? Как я хотела сказать. Обычно люди начинают с домов проще. 300 тысяч. А Вера решила. Почему бы и нет? Сколько он там стоит? Ну, в конце концов, в Новый год или нет? Можно загадывать желание. Честно говоря, я на Новый год не загадывала желание дом. Не знаю. Нет у меня таких желаний. Ну так подожди, давай добавим. Список есть, остался? Прибережем на следующий год. На следующий год? В этом году много дел. Некогда. Да, но дом потрясающий. Мой идеальный дом, он выглядит. Я бейсмент тоже обожаю. Когда еще и бейсмент, и камин с камнем, это вообще потрясающе. Ну, это такой мейн-кейв, кажется. Судя по всему. Ну, посмотри, у нас здесь даже есть умывальник, холодильник. Ну, тот случай, когда, если бы сказали, что дом миллион стоит, я такая, ну да. Да-да-да. А он стоит семьсот. Восемьдесят пять. Вот. Отлично. Соотношение на цена-качество. Идеально. Миллион триста. Ну да, не миллион триста, конечно. На это он не тянет. Камин искал. Даже этот потолок офисный, он как-то не портит сильно картины. А он как будто бы какой-то другой материал. Нет, на самом деле точно такой же материал. Потому что мы в офисе на этих выходных его меняли. А, да. Да. Там обстановка немножко меняет. Красота. А, мы за той дверью. Мы уже были. Пойдем выйдем на задний двор. Ну, если бы здесь еще качелька стояла, я бы упала уже в обморок. Вот здесь, по-моему, качельку можно как раз. Для тебя там оставили место для качельки. Или здесь? Но если бы она здесь была, я бы поняла, что это уже знак. А, хотя в идеальной картине не хватает бассейна. Но я очень люблю кирпич. Вот именно такого цвета. Наверное, у меня какие-то желания завышенные. Ну, ничего. Так и должно быть. Да, дом. Вот такие деньги. И без пластика. Хорошо. Плюс. Да, мы уже с тобой столько пластика насмотрели за 700 и 800 тысяч. Что это немножко удивляет. Уже надоело это снимать, скажем так. Да. Чуть-чуть подшумливает дорога. Ну, так в порядком шуме, да? Но в доме не было слышно, мне кажется. Ну, там такая как будто шумоизоляция, теплоизоляция хорошая. Но на улице слышно хорошо. Ну, что? А, это там, наверное, этот гараж? Да. Понятно. Туда машинка заезжает для гольфа. И вот на прицепчике везут на гольфийское поле. Вот такая система. Это знаешь, как иметь лошадь. Ты не будешь на ней вот здесь вот ездить. Ты лошадь загружаешь в вагончик. И этим вагончиком ездишь туда, где катаются на лошадях. Это не то, что как я в детстве. По кукурузным полям на лошадях. Нет, тут так нельзя. Ну что, пойдем дальше снимать дом? С удовольствием. С превеликим удовольствием. Не смотри, Оля, на часы. И мне все равно, если мы опаздываем. Мне не все равно. Меня люди ждут на встречу. Ну что? Так, у нас здесь еще остается спальня, ванная. Ого. Тут просто вот... Не скажешь, что это... Вот просто вот, ого. А, ой. Слушайте, потолок, конечно, портит. Величие этой кровати. До света посмотреть, сколько окон. И эта планировочка очень симпатична. Ковер немножко уже, конечно, возраст, наверное, рассматривается. Хотелось бы немножко его подтянуть, заменить. Мне кажется, если эту кровать поставить на второй этаж, то она провалится. Такая массивная. Здесь у нас чисто мужской гардероб. Ну, все идеально. Даже мы нигде никого потека не нашли. Тут, наверное, да, дверь еще на улицу. Отлично. Ну что, пойдем дальше. У нас здесь вообще по курсу ванная. Кладовочку мы еще не показали, да? Это самое важное. Это очень важно. Прости. Смотри, насколько плитка. Да, вот даже бейсмент, с учетом того, что это бейсмент, оно как-то ощущается ценно, что делали качественно. Не так, как бывает иногда даже в самых дорогих домах. Я плитки не любитель, но она выглядит хорошо. Я думаю, что это ножкам приятно ходить по такой плитке. Но с учетом того, что в Америке любят ходить обуты, думаю, подходит. Здесь у нас это искусственный этот морбон, они говорят, да, мрамор. Шкафчики. Шкафчики постарше уже, да? Вот их можно назвать старые. Невысокое искусство. Шкафчики. Да. Здесь такой душ. Ладно, душа ванная. Да. Ему точно 20 лет. Так, ну что, вы первый этаж показали? Да. Бейсмент. Бейсмент. Да, первый этаж. Так, ну что, здесь свет получаем. Здесь все мы показали. Смотрите, бейсмент мы показали, кухню показали. Может, вернись, покажи вход. Мы сразу покажем дальше, куда мы. О, мы там еще не были. Да, мы там тоже не были. Там наверняка мастер отдельно от всего остального. Мы вернемся. Здесь у нас это банджи, кладовочка. Большая. Здесь спальня, которую оборудовали под офис. Ну, это офис. Здесь картеров есть. Так, свет. Только окон. Ну, если их открыть, то будет очень светло. Да. Здесь вот. Стандартный по размеру кардероб. Здесь удобнее всего организовать офис. Здесь туалет такой же, как на первом этаже. Бейсмент у нас. На полу тоже плитка. Здесь ковер. Как мы знаем из предыдущих видео, мы смотрели. У застройщиков обычно такой ковер дороже. Это считается апгрейд. Здесь комната средних размеров. Большое окно. И шкафчик стандартный. Ой, ой, ступит. Сипит, наверное, на задний двор. Нет, на соседей. Что, осталось у нас мастер-бедрум? Так, осталось у нас не только мастер-бедрум. У нас еще есть на втором этаже. Так, мы посмотрим. Тут бонус, да. Здесь, посмотри, какая много места. Выход на крышу. Выход на крышу. Можем показать. Утепление. Здесь такая светлая комната. Да, очень-очень много света. Как и, собственно, во всем остальном доме. Окна с двух сторон. Посмотри, как много их. Наверное, такой большой бонус на комнате мы еще не видим. Такой большой и светлый, да? Мы уже смотрели не раз. Здесь очень удачно сделали, что по центру потолок оставили ровный, а не сделали по форме, как есть, да? В начале и в конце комнаты. Да. Хорошо. Так, ну что, спускаемся вниз? Ну, большой дом. Чувствуется, что очень много. Четыре тысячи есть, да? Да. И не ощущаются никак в доме, в котором мы исторически смотрели, да? Угу. В котором непонятно было, куда все делать. Так, осталось у нас мастер-бейдрум. Я с радостью пройду еще раз через этот living room. Потрясающе. На самом деле, места вот немного, да? Но, когда ставишь мебель, будто бы кажется, что места больше. Ну что, пойдем смотреть самую главную комнату. Хотя здесь, может быть, еще даже две комнаты. А, нет. Она одна. Право будет туалет. Правда, что окно туалета выходит на крене двори. Ну, паркет в очень хорошем состоянии. Не скажешь, что там есть аргумент. Здесь у нас что-то на кладовочках. Угу. В этой комнате пора ковер поменять. Я ожидала побольше комнат. Ну, она не маленькая. Посмотри, кровать большая. Это кажется за счет того, что мебель здесь много. Мы обычно мебель с тобой не видим, да? Здесь стоит и кресло, и несколько комодов стоит. Поэтому... Ой. Что? Пойдем? Я увидела ванну. Остаешься? Войду. Ой. Ой. Спальня большая. Нет, это просто из-за того, что здесь много всего. И пуфик стоит, и... Ну, все, 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 все. Угу. Немножко. Можно было поменьше вещей поставить, наверное. Ну, что, пойдем? Готова? Я? Я всегда готова. Не вы все подавали, я хотела отходить. Но в ванну точно войду. Ой, как все... Ой. Какой-то перфекционист уже. Какие молодцы. Приятно зайти. Правда? Молодцы. С другой стороны меня это надо пугать. Да? Да все. Но здесь такая же ситуация. Сторка, все ровненько. Молодцы. Страшно. Ну, почему? Ну, отлично. Уважаю. Хозяева молодцы. Зачет. Ой. Ну, остаемся. Остаемся. Искусственная витальдома. А как вариант? Ну, кстати. Так, ребята, скажите, ванная подойдет вместо бассейна? Я думаю, они же хотят просто нас увидеть в купальниках. А все остальное. Просто нет. Да увидите бы хотя бы какой-то этот. Хаттап или как он называется? Ну, хоть что? Хаттап и подошел. Если соберешь, и поедем на крещение. Там есть горячие источники? Поехали на горячие источники. Вполне возможно. Так, у нас здесь две раковины. Не будем отвлекаться. Шкафчики в хорошем состоянии. Они какие-то такие солидные. Чувствуются в руках. Шкафчик не... Как у нас дом за миллион был. Да когда страшно за него взяться. Здесь, здесь. Тебе отойти? Давай, зайду. Загороженную. Вонюет. Отлично. Ванна. Это ванна. Как все красиво продумано. Думать это любят. Правда. Везде. В каждый уголочек какую-то детальку сон. Красота. Обожаю такое. Это ж я не думаю, что это стейджинг. Это вот. Интерьер так люди поставили. Помню. Возей вам. Да? Угу. Да. Душ такой. Смотри-ка. Такой он. В руках. Как и шкафчики чувствуется. Качественно все сделано. Приятно выйти. Все чистенько, да? Что? Я беру. Так что мы закончили? Ну получается, что да. Делаем предложение. Звоним финансистам? Да. А? Да. Звоним? Да. Ой. Какой вид. Представляешь, ты видишь в ванне. Видишь, как к тебе приезжают гости. И твой муж, и жена. Еще видишь, что происходит. Это такое необычно бывает. Когда ванна, и выходит на передний двор. Гостей встречать. Такое. Я и сейчас. Я тут. Ну? Почему бы и нет? Идеальный дом. У меня нет ни одного нарекания. Ни по планировке. Да, абсолютно. И планировка, и состояние, и цена, и местоположение. Звезды сошлись. Берем. Семь звезд из синих Сталина. Дом перфекционистов. Да? Так, ну мне прям не хочется отсюда уходить, но подойдется. Я не знаю, найдете ли какой-то недостаток в этом доме? Если найдете, пишите. Может, мы что-то не заметили. Хорошо, ставьте лайки. Много, много лайков за такой дом. Ставьте, ставьте комментарии. Оставляйте комментарии. Спасибо, что смотрите, что всегда вы с нами, что подписываетесь. Спасибо этому дому. А мы поедем снимать в другой. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok